Русская революция и Гражданская война Пугают Гражданской войной Полное собрание сочинений издания 5, том 34, страницы с 214 по 228 Напуганная тем, что меньшевики и эсеры отказались от коалиции с кадетами, что демократия, пожалуй, сможет прекрасно составить правительство без них и управлять Россией против них, буржуазия изо всех сил старается напугать демократию. Пугай как можно усерднее. Таков лозунг всей буржуазной печати. Пугай изо всех сил. Лги, клевещи, только пугай. Пугает Биржевка с фабрикованными сообщениями о большевистских выступлениях. Пугают слухами об отставке Алексеева и об угрозе немецкого прорыва к Петрограду, как будто бы факты не доказали, что именно корниловские генералы, а к числу их, безусловно, принадлежит и Алексеев, способны открыть немцам фронт в Галиции и перед Ригой, и перед Петроградом, что именно корниловские генералы вызывают наибольшую ненависть армии к Ставке. Наиболее солидный и убедительный вид этому приему запугивания демократии стараются придать посредством ссылок на опасность гражданской войны. Из всех видов пугания, пугание гражданской войной самое, пожалуй, распространенное. Вот как формулировал эту ходячую, в филистерских кругах очень ходкую идею ростовский на Дону Комитет Партии Народной Свободы в резолюции 1 сентября, номер 210 речи. Комитет убежден в том, что гражданская война может смести все завоевания революции и поглотить в потоках крови нашу молодую неокрепшую свободу, а потому полагают, что энергичный протест против углубления революции, продиктованного несбыточными социалистическими утопиями, необходим в интересах спасения завоеваний революции. Страница 215 Здесь выражена в наиболее ясной, точной, обдуманной и обстоятельной форме та основная мысль, которая бесчисленное количество раз попадается в передовицах речи, в статьях Плеханова и Потресова, в передовицах меньшевистских газет и прочее, и прочее. Небесполезно поэтому подробнее остановиться на этой мысли. Постараемся разобрать вопрос о гражданской войне поконкретнее, на основании, между прочим, уже пережитого полугодового опыта нашей революции. Этот опыт, в полнейшем соответствии с опытом всех европейских революций, начиная с конца XVIII века, показывает нам, что гражданская война есть наиболее острая форма классовой борьбы, когда ряд столкновений и битв экономических и политических, повторяясь, накапливаясь, расширяясь, заостряясь, доходит до превращения этих столкновений в борьбу с оружием в руках одного класса против другого класса. Чаще всего, можно сказать, даже почти исключительно, наблюдается в сколько-нибудь свободных и передовых странах гражданская война между теми классами, противоположность между коими создается и углубляется всем экономическим развитием капитализма, всей историей новейшего общества во всем мире, именно между буржуазией и пролетариатом. Так и за пережитые полгода нашей революции мы переживали 20, 21 апреля и 3, 4 июля очень сильные стихийные взрывы, вплотную подходившие к началу гражданской войны со стороны пролетариата. А Корниловское восстание представляло из себя поддержанной помещиками и капиталистами, с партией КД во главе, военный заговор, приведший уже к фактическому началу гражданской войны со стороны буржуазии. Таковы факты. Такова история нашей собственной революции. А у этой истории больше всего надо учиться. В ее ход и в ее классовое значение больше всего надо вдумываться. Страница 216-я Попробуем сравнить начатки пролетарской и начатки буржуазной гражданской войны в России с точки зрения первое, стихийности движения, второе, его целей, третье, сознательности масс, участвовавших в нем, четвертое, силы движения, пятое, упорство его. Мы полагаем, что если бы все партии, которые теперь походя швыряются зря словами гражданская война, поставили вопрос таким образом и сделали попытку фактического изучения начатков гражданской войны, то сознательность всей русской революции выиграла бы очень и очень много. Начнем с стихийности движения. О 3-4 июля мы имеем показания таких свидетелей, как меньшевистская рабочая газета и эсеровское дело народа, признавших факт стихийного нарастания движения. Эти показания я приводил в статье пролетарского дела, выходящей отдельной листовкой под названием «Ответ клеветникам». Смотри настоящий том, страницы с 21 по 32. Но по причинам вполне понятным, защищая себя, свое участие в преследовании большевиков, меньшевики эсеры официально продолжают отрицать стихийность взрыва 3-4 июля. Отодвинем пока спорное, оставим бесспорное. Стихийность движения 20-21 апреля никем не оспаривается. К этому стихийному движению примкнула партия большевиков с лозунгом «Вся власть советом». Примкнул совершенно независимо от нее покойный Линда, выведший на улицу 30 тысяч вооруженных солдат, готовых арестовать правительство. Страница 216. Линда 1881-1917 годы Член исполнительного комитета Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов первого созыва. Участник солдатских демонстраций в апрельские дни 1917 года. Позднее комиссар буржуазного временного правительства на Юго-Западном фронте, где и был убит при попытке уговорить солдат идти в бой. Между прочим, в скобках сказать, этот факт вывода войск не обследован и не изучен. А когда вдумаешься в него, поставив 20 апреля в историческую связь событий, то есть рассматривая его как звено цепи, идущей от 28 февраля к 29 августа, то ясным становится, что виной и ошибкой большевиков была недостаточная революционность их тактики, а никак не чрезмерная революционность, в коей нас обвиняют филистеры. Итак, стихийность движения, подходившего к началу пролетариатам гражданской войны, несомненно. Ничего даже приблизительно похожего на стихийность нет в Корниловщине, там только заговор генералов, которые рассчитывали увлечь часть войск обманом и силой приказания. Страница 217. Что стихийность движения есть признак его глубины в массах, прочности его корней, его неустранимости, это несомненно. Почвенность пролетарской революции, беспочвенность буржуазной контрреволюции, вот что с точки зрения стихийности движения показывают факты. Посмотрим на цели движения. 20-е, 21-е апреля всего ближе подходило к большевистским лозунгам, а 3-е, 4-е июля прямо нарастало в связи с ними под их влиянием и руководством. О диктатуре пролетариата и беднейшего крестьянства, о мире и немедленном его предложении, о конфискации помещичьих земель, об этих главных целях пролетарской и гражданской войны партия большевиков говорила совершенно открыто, определенно, ясно, точно, во всеуслышание, в своих газетах и в устной агитации. Относительно целей Корниловщины мы все знаем. И никто из демократии не оспаривает, что эти цели состояли в диктатуре помещиков и буржуазии, в разгоне советов, в подготовке восстановления монархии. Партия кадетов это главная корниловская партия, ее бы следовало, кстати сказать, так и начать и перезвать корниловской партией. Обладая большей прессой и большими агитаторскими силами, чем большевики, никогда не решалось и не решается открыто говорить народу ни о диктатуре буржуазии, ни о разгоне советов, ни о корниловских целях вообще. С точки зрения целей движения, факты говорят, что пролетарская гражданская война может выступать с открытым изложением народу своих конечных целей, привлекая этим симпатий трудящихся. А буржуазная гражданская война только сокрытием своих целей и может пытаться вести часть масс. Отсюда громадное различие по вопросу осознательности масс. Объективные данные по этому вопросу имеются, кажется, исключительно в связи с партийностью и с выборами. Других фактов, позволяющих точно судить осознательность масс, как будто бы не имеется. Страница 218. Что пролетарские революционные движения возглавляются партией большевиков, а буржуазная контрреволюционная партия и кадетов, это ясно, и едва ли может быть оспариваемо после полугодичного опыта революции. Три сравнения фактического характера можно привести по рассматриваемому вопросу. Сопоставление майских выборов в районной думы в Питере с августовскими в Центральную думу дает уменьшение кадетских и громадное увеличение большевистских голосов. Кадетская печать признает, что там, где скоплены массы рабочих или солдат, там наблюдается по общему правилу и сила большевизма. Затем, сознательность участия масс в партии при отсутствии всякой статистики по движению числа членов в партии, по посещению собраний и тому подобному, можно проверить на фактах лишь по опубликованным сведениям относительно денежных сборов на партию. Эти сведения показывают громадный массовый героизм большевистских рабочих, в сборе денег на правду, на закрываемые газеты и тому подобное. Отчеты о сборах всегда печатались. У кадетов мы не видим ничего подобного. Питают партийную их работу явное дело взносы богачей. Нет и следа активной помощи масс. Наконец, сравнение движений 20-21 апреля и 3-4 июля с одной стороны и корниловщины с другой показывает нам, что большевики прямо указывают массам их врага в гражданской войне, именно буржуазию, помещиков и капиталистов. Корниловщина уже показала прямой обман пошедших за Корниловым войск, обман раскрытой первой же встречей дикой дивизии и корниловских эшелонов с питерцами. Далее. Каковы данные о силе пролетариата и буржуазии в гражданской войне? Сила большевиков только в численности пролетариев, в их сознательности, в симпатиях эсеровских и меньшевистских низов, то есть рабочих и беднейших крестьян, к большевистским лозунгам. Что именно фактически эти лозунги увлекали за собой большинство активных революционных масс в Питере 20-21 апреля и 18 июня и 3-4 июля. Это факт. Страница 219. При этом сравнение данных о парламентских выборах с данными о названных массовых движениях вполне подтверждает по отношению к России и наблюдения, много раз делавшиеся на Западе. Именно сила революционного пролетариата с точки зрения воздействия на массы и увлечения их на борьбу несравненно больше во внепарламентской борьбе, чем в борьбе парламентской. Это очень важное наблюдение по вопросу о гражданской войне. Понятно, почему все условия и вся обстановка парламентской борьбы и выборов преуменьшает силу угнетенных классов по сравнению с той силой, которую они фактически могут развертывать в гражданской войне. Сила кадетов и корниловщины в силе богатства. Что англо-французский капитал и империализм за кадетов и за корниловщину, это доказано длинным рядом политических выступлений и прессой. Общеизвестно, как вся правая московского совещания 12 августа бешено стояла за Корнилова и Каледина. Общеизвестно, как французская и английская буржуазная пресса помогали Корнилову. Есть указания на помощь ему со стороны банков. Вся сила богатства встала за Корнилова, а какой жалкий и быстрый провал. Общественные силы, кроме богачей, можно усмотреть у корниловцев лишь двоякие – дикая дивизия и казачество. В первом случае это только сила темноты и обмана. Эта сила тем больше страшна, чем больше печать остается в руках буржуазии. Пролетариат подорвал бы, победив в гражданской войне, этот источник силы сразу и радикально. Что касается доказачества, то здесь мы имеем слой населения из богатых, мелких или средних землевладельцев. Среднее землевладение около пятидесяти десятин, одно из окраин России, сохранивших особенно много средневековых черт жизни, хозяйства, быта. Здесь можно усмотреть социально-экономическую основу для русской вандеи. Но что же показали факты, относящиеся к Корниловско-Калединскому движению. Даже Каледин, любимый вождь, поддержанный Гучковыми, Милюковыми, Рябушинскими и компанией, массового движения все же не поднял. Страница 220. Каледин неизмеримо прямее, прямолинейнее шел гражданской войне, чем большевики. Каледин прямо ездил поднимать дон, и все же Каледин массового движения никакого не поднял в своем крае, в оторванном от общерусской демократии казачьем крае. Наоборот, со стороны пролетариата мы наблюдаем стихийные взрывы движения в центре влияния и силы противобольшевистской всероссийской демократии. Объективных данных о том, как разные слои и разные хозяйственные группы казачества относятся к демократии и к Корниловщине не имеется. Есть только указание на то, что большинство бедноты и среднего казачества больше склонны к демократии, и лишь офицерство с верхами зажиточного казачества вполне корниловское. Как бы то ни было, исторически доказанной является после опыта 26-31 августа крайняя слабость массового казаческого движения в пользу буржуазной контрреволюции. Остается последний вопрос об упорстве движения. Относительно большевистского пролетарски-революционного движения мы имеем доказанный факт, что борьба с большевизмом за полгода республики в России велась как идейная при гигантском преобладании органов печати агитаторских сил на стороне противников большевизма и при весьма рискованном причислении к идейной борьбе компании клеветы, так и путем репрессий. Сотни арестованных, разгромлена главная типография, закрыта главная газета и ряд газет. Результат доказан фактами. Громадное усиление большевизма на августовских выборах в Питере. Затем усиление приближающихся к большевизму интернационалистских и левых течений и в эсеровской и меньшевистской партиях. Значит упорство пролетарско-революционного движения в республиканской России очень велико. Факты говорят, что совместными усилиями кадетов и эсеров с меньшевиками не удалось нисколько ослабить этого движения. Напротив, именно коалиция корниловцев с демократией усилила большевизм. Кроме идейного воздействия и репрессий не может быть иных средств борьбы с пролетарским революционным течением. Страница 221 Об упорстве кадетско-корниловского движения данных пока нет. Преследований кадеты никаких не видали. Даже Гучкова выпустили. Даже Маклакова и Милюкова не арестовали. Даже речи не закрыли. Кадетов щадят. За кадетами корниловцами правительство Керенского ухаживает. А что, если бы поставить вопрос так? Допустим, англо-французские и русские рябушинские отвалят еще миллионы и миллионы кадетам, единству, дню и тому подобным на новую избирательную кампанию в Питере. Вероятно ли, что число их голосов увеличилось бы теперь после корниловщины? Едва ли не придется на этот вопрос, судя по собраниям и тому подобному, ответить отрицательно. Сводя вместе итоги нашего сравнения данных из истории русской революции, мы получаем тот вывод, что начало гражданской войны со стороны пролетариата обнаружило силу, сознательность, почвенность, рост и упорство движения. Начало гражданской войны со стороны буржуазии никакой силы, никакой сознательности масс, никакой почвенности, никаких шансов на победу не обнаружило. Союз кадетов с эсерами и меньшевиками против большевиков, то есть против революционного пролетариата, испытан на практике в течение ряда месяцев. И этот союз временно притаившихся корниловцев с демократией привел на деле не к ослаблению, а к усилению большевиков, к краху коалиции, к усилению левой оппозиции и у меньшевиков. Союз большевиков с эсерами и меньшевиками против кадетов, против буржуазии еще не испытан. Или, если быть более точным, такой союз испытан только по одному фронту, только в течение пяти дней, 26-31 августа, во время Корниловщины. И такой союз дал за это время полнейшую, с невиданной еще ни в одной революции легкостью достигнутую победу над контрреволюцией. Он дал такое сокрушающее подавление буржуазной, помещичьей и капиталистической, союзно-империалистской и кадетской контрреволюции, что гражданская война с этой стороны развалилась в прах, превратилась в ничто в самом начале, распалась до какого бы то ни было боя. Страница 222 И перед лицом этого исторического факта вся буржуазная пресса со всеми ее подголосками Плехановыми, Потресовыми, Брешко-Брешковскими и так далее кричит изо всех сил, что именно союз большевиков с меньшевиками эсерами грозит ужасами гражданской войны. Брешко-Брешковская 1844-1934 годы Один из организаторов и руководителей партии эсеров принадлежала к ее крайне правому крылу. Политическую деятельность начала в 70-х годах хождением в народ, подвергалась арестам и ссылкам в 1878 году по процессу 193. После февральской революции 1917 года поддерживало буржуазное временное правительство, сторонница продолжения империалистической войны до победного конца. После Октябрьской социалистической революции боролась против советской власти. В 1919 году уехала в США, затем жила во Франции. За границей вела клеветническую кампанию против советской России, выступала за подготовку новой интервенции, участвовала в парижском белой эмигратском органе Дни. Это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Грустно то, что подобная, явная очевидная, вопиющая нелепость, насмешка над фактами, над всей историей нашей революции может вообще находить слушателей. Это доказывает все еще громаднейшую распространенность буржуазно-корыстной лжи и распространенность неизбежную, пока пресса монополизирована буржуазией, лжи, которые заливают, перекрикивают самые несомненные и осязательно бесспорные уроки революции. Если есть абсолютно бесспорный, абсолютно доказанный фактами урок революции, то только тот, что исключительно союз большевиков с эсэрами и меньшевиками, исключительно немедленный переход всей власти к советам, сделал бы гражданскую войну в России невозможной. Ибо против такого союза, против советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, никакая буржуазия и начатая гражданская война немыслима. Этакая война не дошла бы даже ни до одного сражения. Буржуазия во второй раз, после Корниловщины, не найдет даже и дикой дивизии, даже прежнего числа эшелонов казачества для движения против советского правительства. Страница 223-я Мирное развитие какой бы то ни было революции вообще вещь чрезвычайно редкая и трудная, ибо революция есть наибольшее обострение самых острых классовых противоречий. Но в крестьянской стране, когда союз пролетариата и крестьянство может дать измученным несправедливейшей и преступнейшей войной массам мир, а крестьянству всю в такой исключительный исторический момент мирное развитие революции при переходе всей власти к советам возможно и вероятно. Внутри советов борьба партии за власть может идти мирно при полном демократизме советов, при отказе их от таких мелких краж, от такого обкрадывания демократических принципов, как предоставление солдатам одного представителя на 500, а рабочим одного на тысячу избирателей. В демократической республике такие мелкие кражи осуждены на исчезновение. Против же советов, дающих всю землю без выкупа крестьянам и предлагающих справедливый мир всем народам, против таких советов никакой союз буржуазии англо-французской и русской, Корниловых, Бьюкиненов и Рябушинских, Милюковых с Плехановыми и Патрицевыми совершенно не страшен, совершенно бессилен. Сопротивление буржуазии против безвозмездной передачи земли крестьянам, против подобных же преобразований в других областях жизни, против справедливого мира и разрыва с империализмом, такое сопротивление, конечно, неизбежно. Но чтобы сопротивление дошло до гражданской войны, для этого нужны хоть какие-нибудь массы, способные воевать и победить Советы, а таких масс у буржуазии нет и взять их ей неоткуда. Чем скорее и решительнее возьмут всю власть Советы, тем скорее расколются и дикие дивизии, и казаки, расколются на ничтожнейшее меньшинство сознательных корниловцев и на огромное большинство сторонников демократического и социалистического, ибо речь тогда пойдет именно о социализме, союза рабочих и крестьян. Сопротивление буржуазии при переходе власти к Советам поведет к тому, что за каждым капиталистом будут следить, надзирать, контролировать и учитывать его десятки и сотни рабочих и крестьян, интерес которых будет требовать борьбы с обманом народа капиталистами. Страница 224 Формы и способы этого учета и контроля выработаны и упрощены именно капитализмом, именно такими созданиями капитализма, как банки, крупные фабрики, синдикаты, железные дороги, почта, потребительные общества и профессиональные союзы. Советам совершенно достаточно будет наказывать уклоняющихся от подробнейшего учета или обманывающих народ капиталистов, конфискацией всего их имущества и кратковременным арестом, чтобы сломить этим бескровным путем всякое сопротивление буржуазии. Ибо именно через банки, раз они национализированы, именно через союзы служащих, через почту, через потребительные общества, через профессиональные союзы, контроль и учет станут универсальны, всесильны, вездесущи, непреабаримы. И русские советы, союз русских рабочих и беднейших крестьян, стоят не одиноко в своих шагах к социализму. Если бы мы были одиноки, мы не осилили бы этой задачи до конца и мирно, ибо эта задача по существу дело международное, но у нас есть величайший резерв армии более передовых рабочих в других странах, в которых разрыв России с империализмом и с империалистской войной неминуемо ускорит назревающую в них рабочую социалистическую революцию. Говорят о потоках крови в гражданской войне. Это говорит приведенная выше резолюция кадетов-корниловцев. Эту фразу повторяют на тысячи ладов все буржуаи и все оппортунисты. Над ней смеются и будут смеяться, не могут не смеяться после корниловщины все сознательные рабочие. Но вопрос о потоках крови в военное время, которое мы переживаем, можно и должно поставить на почву приблизительного учета сил, расчета последствий и результатов, взять его серьезно, а не как пустую ходячую фразу, не как одно только лицемерие кадетов. Все своей стороны сделавших для того, чтобы Корнилову удалось залить Россию потоками крови в целях восстановления диктатуры буржуазии, помещичьей власти и монархии. Потоки крови, говорят нам. Разберемся и в этой стороне вопроса. Страница 225-я Допустим, колебания меньшевиков и эсеров продолжаются. Власти советам они не передают, Керенского не цвергают, восстанавливают старый гнилой компромисс с буржуазией чуточку в иной форме, вместо кадетов, например, беспартийные корниловцы. Аппараты государственной власти не заменяют советским аппаратом, мира не предлагают, с империализмом не рвут, земли помещиков не конфискуют. Допустим, такой исход теперешних колебаний эсеров и меньшевиков, такой исход 12 сентября. Опыт нашей собственной революции говорит яснее и ясного, что последствием этого было бы дальнейшее обессиление эсеров и меньшевиков, дальнейший разрыв их с массами, невероятное усиление в массах возмущения, злобления, громадное усиление симпатии к революционному пролетариату, к большевикам. Столичный пролетариат станет тогда еще ближе, чем теперь к коммуне, к рабочему восстанию, к завоеванию власти в свои руки, к гражданской войне, в ее более высокой и более решительной форме. После опыта 20-21 апреля и 3-4 июля такой результат надо признать исторически неизбежным. «Потоки крови!» кричат кадеты. Но подобные потоки крови дали бы победу пролетариату и беднейшему крестьянству, а эта победа с вероятностью 99 шансов из 100 дала бы мир вместо империалистской войны, то есть сберегла бы жизнь сотням тысяч людей, ныне проливающих кровь из-за дележа прибыли и захватов аннексий капиталистов. Если бы 20-21 апреля кончилось с переходом всей власти к советам, а внутри их дало победу большевикам в союзе с беднейшим крестьянством, то хотя бы это стоило даже потоков крови, это спасло бы жизнь полмиллиона русских солдат, наверное, погибших в боях 18 июня. Так рассчитывает и так будет рассчитывать каждый сознательный русский рабочий солдат, если он взвешивает и учитывает поднимаемый повсюду вопрос о гражданской войне. И, конечно, такого рабочего и солдата, кое-что пережившего и передумавшего, не испугают вопли о потоках крови, испускаемые людьми, партиями и группами, желающими уложить жизнь еще миллионов русских солдат за Константинополь, за Львов, за Варшаву, за победу над Германией. Страница 226. Никакие потоки крови во внутренней гражданской войне не сравнятся даже приблизительно с теми морями крови, которые русские империалисты пролили после 19 июня, вопреки чрезвычайно высоким шансам на возможность избегнуть этого посредством передачи власти советом. Во время войны, господа Милюковы, Потресовы, Плехановы, поосторожнее аргументируйте против потоков крови в гражданской войне, ибо солдаты знают и видали моря крови. Международное положение русской революции теперь в 1917 году на четвертом году неслыханно тяжелый, измучившие народы и преступнейшие войны таково, что предложение справедливого мира, победившим в гражданской войне русским пролетариатам, означало бы 99 шансов из 100 на возможность добиться перемирия и мира без пролития еще морей крови. Ибо соединение враждующих между собой англо-французского и германского империализмов против пролетарской социалистической республики российской на практике невозможно, а соединение английского, японского и американского империализмов против нас до последней степени трудно осуществимо, и нам вовсе не страшно уже в силу географического положения России. А между тем наличность революционных и социалистических пролетарских масс внутри всех европейских государств есть факт, назаревание и неизбежность всемирной социалистической революции не подлежат сомнению, и помочь этой революции серьезно можно, конечно, не делегациями, и не игрой в стокгольмские совещания с иностранными Плехановыми или Церетели, а только движением вперед русской революции. Страница 227-я Буржуа кричат о неизбежном поражении коммуны в России, то есть поражении пролетариата, если бы он завоевал власть. Это лживые, корыстно-классовые крики. Завоевав власть, пролетариат России имеет все шансы удержать ее и довести Россию до победоносной революции на Западе. Ибо, во-первых, мы многому научились со времени коммуны и не повторили бы роковых ошибок ее, не оставили бы банка в руках буржуазии, не ограничились бы обороной против наших версальцев, корниловцев тоже, а перешли бы в наступление против них и раздавили их. Во-вторых, победивший пролетариат даст России мир, и никакая сила не свергнет правительство мира, правительство честного, искреннего, справедливого мира, после всех ужасов более чем трехлетней бойни народов. В-третьих, победивший пролетариат даст крестьянству немедленно землю без выкупа. И гигантское большинство крестьянства, измученное, озлобленное игрой с помещиками, которую проделывает наше правительство, особенно коалиционное, особенно правительство Керенского, поддержит победивший пролетариат всецело, всемерно и беззаветно. Вы говорите все о героических усилиях народа, господа меньшевики и эсеры. Я на днях только встретил еще и еще раз эту фразу в передовице ваших известий цик. У вас это только фраза, но рабочие крестьяне, читающие ее, думают над ней, и каждое размышление, подкрепляемое опытом Корниловщины, опытом Министерства Пешехонова, опытами Министерства Чернова и так далее, каждое размышление неминуемо приводит к выводу. Но ведь это героическое усилие. Это и есть не что иное, как доверие беднейшего крестьянства городским рабочим, как своим вернейшим союзникам и вождям. Героическое усилие это и есть не что иное, как победа русского пролетариата в гражданской войне над буржуазией. Ибо такая победа одна спасет от мучительных колебаний, одна даст выход, даст землю, даст мир. Страница 228 Если можно осуществить союз городских рабочих с беднейшим крестьянством через немедленную передачу власти советам, тем лучше. Большевики все сделают, чтобы этот мирный путь развития революции был обеспечен. Без этого и учредительное собрание одно само по себе не спасет, ибо в нем ведь тоже эсеры могут продолжать игру в соглашение с кадетами, с Брешко-Брешковской и Керенским, чем они лучше кадетов, и так далее, и тому подобное. Если даже опыт Корниловщины не научил демократию, и она будет продолжать губительную политику колебаний и соглашательства, тогда мы скажем, ничто так не разрушает пролетарской революции, как эти колебания. Не пугайте же, господа, гражданской войной, она неизбежна, если вы не хотите рассчитаться с Корниловщиной и с коалицией теперь же до конца, то эта война даст победу над эксплуататорами, даст землю крестьянам, даст мир народам, откроет верный путь к победоносной революции всемирного социалистического пролетариата. Написано в первой половине сентября 1917 года. Напечатано 29 16 сентября 1917 года в газете «Рабочий путь» номер 12, подпись Н. Ленин. Печатается по тексту газеты. «Рабочий» 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 «Рабочий»